В это трудно было бы поверить, если бы это не было правдой. Это фотографически точное изображение природы, достичь которого рукой художника было бы нереально. По крайней мере в Магнитогорске таких художников нет. У нас вообще с культурой туго и с искусством. Но это ведь сделано. Реальные пейзажи нашей красивейшей земли и животных. Мало того, изображением закрыты и ручки дверей, да еще и переходы от родной краски сделаны. Так что это? Аэрография – удел избранной, в смысле избранной финансами элиты. Хотя машина-то далека от элитарности. А обыкновенный автомобиль, но выглядит необыкновенно. Это откуда? Почему? Виение души и тела? Конечно. Узнал в интернете, нашел, что есть такая студия «Феникс». То есть просто по интернету нашел в Магнитогорске студии? По интернету нашел студию. Я так понимаю, хотелось наверняка аэрографию сделать, так? Ну, сперва, когда была «Волга», да, хотелось аэрографию сделать. А приобрел вот этот автомобиль и решил, думаю, аэрография дороже, а пленка дешевле намного. Во сколько обошлось вот эта винилография? Ну, полностью машина 15 рублей. 15 тысяч. Ну, про аэрографию промолчил, да? Конечно, она дороже. А когда рядышком появляется другой автомобиль, который спрашивает, какие впечатления на это вообще? Ну, а все смотрят и удивляются. Всем интересно, где я это все сделал. Ну, говорят, спрашивают про аэрографию, естественно. Да, они думают, что это аэрография. А на деле? А на деле пленка. Субтитры подогнал «Симон»! Я, ребята, из той еще страны, под названием СССР, когда вообще ничего не было. Вообще! То есть у меня был грешочек такой в детстве. Очень нравились наклейки SU, Soviet Union. Две штуки мне пришлось срезать. Ну, не было ничего. Ни магнитола, ничего не было. А потом понаступил 91-й, 90-й год. И тогда появились первые иномарки. Но купить их было абсолютно нереально. Тогда появился магазин автотюнинга. Прямо напротив южного выхода института. Я начал тюнить свою копейку. Тюнил, 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 тюнил. Тюнил, потом захотел на марку. Купил на марку. А потом понял, что что-то еще неправильно в королевстве датском. Надо любить свой автомобиль. Понимаете? Гоняться за новыми автомобилями. Ну, для меня сейчас... Человек, который ездит на новом 200-м крузаке, выглядит немножко глуповато. То есть, девочки, не любите мальчиков на новых автомобилях. У них еще кредит на 5 лет вперед. Сначала будет за кредит платить. Пока вам что-то перепадет. Да, то есть, в преддверии того, что нам катит тут, катит совсем не хорошая штука, я бы все-таки вам посоветовал больше внимания уделять своим любимым автомобилям. Потому что это часть вашей жизни. Вот мы едем на совершенно банальной Альмере. Она была банальная. До того, как человек не пришел в студию «Феникс». И вы посмотрите, как эта машина преобразилась. Ну, понятно, что человек шторкает по всякому роду тюнингу. И это хорошо, что, знаете, пионерская зорька не отыграла. Тут я недавно спросил у одного пенсионера, как, говорю, на пенсии себя чувствую. Он говорит, знаешь, как будто 18 лет назад. В смысле, как будто мне 18 лет. То есть, процесса старения у человека нет. Человек стареет в мозгах. Когда он начинает себя что-то корчить, такой он навыковырный. Вообще у него там все круче него только. Блин, пузыри и сопли и слюни. Реально такого нет. Кстати, проездил по нормальным странам. В том числе был в Соединенных Штатах Америки, был в Таиланде, был в Индии. Краем глаз зацепил Японию. Просто место такое было, не самое оживленное. Ребята, во всем мире тюнинг – это, блин, часть вашей нормальной жизни. То есть, есть возможность из вашего банального до омерзения автомобиля сделать что-то красивое. Вот здесь сделано. То есть, вот эта винилография, да? А что Феникс делает? Вот искусство Флока, оно было у нас в 97-м году. Я видел его. Ну, мне сделали машину. Понятно, да? По вооружению лица. То есть, все совершенно по-другому. И еще раз в завершении напомню, куда ехать. Это Багратиона 10. Ну, если получается, по Ленинградской, понимаете, до Советской, не доезжая, и направо. Ну, там круг плывенного собаководства, все, в принципе, знают. Кто хоть рано или поздно, значит, имел собачку. И вот там, там, там студия вот этого чудесного перевоплощения вашего автомобиля. При этом, ну, это все настолько дешево. В смысле, это настолько реально. То есть, нету понтов, нету передергивания чего-то, нету вот раскорячивания. Все реально. И ты потихоньку понимаешь, что вот с винилографией сделал, охота флоком что-нибудь забабакать. Я практически уверен, что вот стойки здесь будут. А-ха, ня-ням. Вот. То есть, опять же, все дешево. А когда человек к вам садится, и не важно, что автомобилю 15 лет. Американцы, умные американцы, они ездят на 15-летних автомобилях. Потому что 15 лет назад, ну, вот это в Альмере, по-моему, лет, наверное, 10, да, корячится. Вот. Стеклоподъемники, все электрические кондишены есть. Автомат есть, гидроусилитель есть. Что еще надо? Какие вам кривые понты нужны, понимаете? Ну, если вы меня понимаете, то только туда, на Багратиона 10. Аэрография безумно хороша. Она показывает, что вы, во-первых, личность, во-вторых, это действительно красиво. Но тут маленькое но. Магнитогорск имеет двух художников, которые могут заниматься аэрографией. Все остальное – это хобби. Но хочется, чтобы картинка выглядела натурально. Как это просто добиться? Все, любую картинку, либо можно нарисовать, либо можно что-то составить, какой-то коллаж сделать. И сделать это в виниле, изобразить. Причем винил получается значительно дешевле, и его можно снять без повреждения кузова. Я обратил внимание, что вы работаете в том числе и красками металлика. Как вообще такое возможно? Нет, красками мы не работаем. Мы наносим изображение на прозрачную пленку. И прозрачная пленка наклеивается с изображением на лакокрасочное покрытие. То есть эффект металлика получается от лакокрасочного покрытия, да? Да, да, эффект металлика от натурального кузова, натурального цвета машины получается. Получается как аэрография. Вот я подошел, попытался покорябать где-то, да, буквально, и не нашел места стыка. Это как делается? Полностью оклеивается деталь, без стыков, и не видно получается. А с точки зрения, ну, буквально, вот обывателя, да? Подошел, там, Петя, Вася, там, поцарапал машину. Что делать-то, если это аэрография? Если аэрография, то восстанавливать, опять же, ту же деталь, это получается очень дорого. Здесь, получается, пленка снимается и наносится, либо реставрируется, то есть новая наносится, ну, там, часть изображения, либо вы можете другое изображение нанести. А пленка имеет достаточно прочные характеристики, чтобы выдержать вот эти мелкие царапины? Да, конечно, она получается наиболее, еще прочнее, чем антигравийное покрытие, потому что здесь идет толщина самой пленки, на которой нанесено изображение, плюс еще бронепленка сверху. То есть, где-то толщина 150 микрон получается у защитного покрытия. То есть, там еще и бронепленка получается? Да, конечно.